Девушки отдыхают И снова плачу Другой бы, кто поглупее, так бы сидел и плакал А я выпил целый флакон сирени И, вы знаете, слезы обсохли Дурацкий смех мною владел А маму даже забыл, как звать по имени и отчеству В мире компонентов нет этих Эквивалентов Так говорили старые алхимики Ландер серебрист Это вам не белая сирень Не смешон тот, кто Но, приготовляя дух Женевой Средство от потливости ног Влывает ландер серебристый Послушайте точный рецепт Белая сирень 50 грамм Средство от потливости ног 50 грамм Лимонад 150 грамм Политура очищенная Но я не буду объяснять, как очищается политура Каждый младенец знает Вот у нас в России никто не знает Отчего умер Пушкин, а как очищается политура все знает Каждый младенец знает Генера Все говорят, Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, тысячу раз, напившийся лиц по хмельюке, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попал, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел, а ведь целый вечер крутился в округ тех мест, и не так, чтобы очень пьян был. Вот щита. О, эфемерность, о, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа. Время от рассвета до открытия магазинов. Я покажу вам палатку, в которой находился ерофим. В этом отделении находятся больные, склонные к злоупотреблению алкоголя. При поступлении он был в состоянии тяжелой алкогольной интоксикации. Состояние он был тяжелой, повторяю, постепенно поправился. В отделении вел себя очень скромно. Никто из окружающих, ни больные, ни сотрудники, не знали, что написать. Я где-то встретил его в 73-м или 74-м году. Там ветеранчик. А помните его консейлер? Поцелуй комсомолцы. Поцелуй тетя Клавы. Наливаешь в веселье, тройного одеколона и 100 грамм лодки. Размешиваешь все это сиреневой палочкой. Все это размешиваешь и с бухом выпиваешь. Вене привел меня к религии. Он мне в первую же буквально нашу встречу, он мне подарил маленький, маленькое Евангелие от Иоанна. Кстати, лонжевское издание. Он всех нас как бы преобразил, как бы дал нам вот ту закваску Евангелия. Хотя сам он крестился буквально года два назад, принял католическую веру. Он всегда говорил, что он крестится как Константин, который крестился перед самой смертью. Чтобы так вот праведному отойти, принять крещение, очиститься и перейти в мир иной. Здесь живет Ерофеев. А на котором этаже? На 13 этаже, 78-я квартира. А он не известен в этом доме? Известен теперь. Почему? Раньше не был известен, а теперь известен. Книга у него какой-то вышла, я не знаю. Я не читала его. По московскому не писать. Почему? Много очень пьет. Очень много пьет и сейчас пьет. Друзья подкинули мне его как котенка. Посидели вечер, сами ушли, а его оставили на лестнице. Ну вот я выхожу и говорю, ну что же вы сидите на лестнице? Входите. И он вошел. И так и остался. Он не жал, что и пошелить получилось так, как она получилась. Блин, я уже не погодал, совсем пиздец. Если вы, если вам жаль, что так ваша жизнь получилась. Ну, да нет. Ну, я может быть, получилось такое. Какое оно получилась. Мне наплевать. Если хочешь идти на право, иди на право. Если хочешь идти на право, иди на право. Я пошел на право чуть-чуть... Иди на право, иди на право, иди на право. Наливаем. Наливаем не более 50 миллилитров. Берем фужер в левую руку и держим таким образом, чтобы и сообщить вращательное движение фужеру, и немножечко согреть жидкость, находящуюся в фужере, водку. Нюхая изделие, мы определяем его аромат. В рот берем небольшой глоток. Для определения вкусовых качеств изделия служит наш язык. После того, как попробовали изделие, мы закусываем яблоком. Оставшиеся изделия сливаем. Субтитры создавал DimaTorzok и демократно. Субтитры создавал DimaTorzok Из социальной деградации, все психические расстройства... ...во всей книге прослеживается, так сказать, клиническая картина алкогольного заболевания. Которая, в общем-то, является классическим. Москва-петушки — это великолепная вещь. Это описание действительно советской действительности. През primer запечатался. Да, и тем более ричество, чтобы хоть кто-то пригляжернуть со св taxationами... ...вые слова ранее. Вся не боеприпас Афер 안에 правда великолепыты. В общем-то, это logic lanzается с необходимыми, от virти патушками. Но от açения бывает не очень способствует на нас üzere, artwork на его книжку. Внимание, внимание! В девять часов шестнадцать минут, и четвертая водопека отправляется поезд до петушков, остановлено сетку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В петушках его ждали Субтитры создавал DimaTorzok 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 И как покончила ваша карьера на университете? Я говорю, это праза Невана, это праза Германа Керинга, и, между прочим, его в ноябре сор-шестого года полиция. Вы подсекотно читаете, я на вести, и из-за надежды. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что он не искал этого общества дна. Ну, так сложилось, знаете, он тогда был без документов, без места в жизни, а там, где он работал, где он жил, нашел себе это место, там не требовали ни трудовой книжки, ни военного билета. Приходи, работай, получай свои деньги, выпивай, ложись спать. Мне на свете все равно, мне все равно, что я говно, что пью паску, где вино, без примет ничего другого. Когда его выгнали из очередного пяти института, он опять приехал, и я его устроил к себе на кабельные работы. Где вы работали и что вы делали? Мы объездили полстраны, вот, тянули кабель, перетягивали его, потом вытаскивали снова, потому что он замокал, и так до бесконечности, так в течение десяти лет примерно. Мы читали, выпили, больше мы ничего не делали. Free of shame and needless care, we lived a purely spiritual life. I broadened their outlook to the best of my ability, and they love to have it broadened. And when they found out what Pushkin had died of, I gave them The Nightingale Garden, Bloch's epic poem, to read. There, central to the work, that is, of course, if you ignore all the fragrant shoulders and dim mists and pink lovers and flimsy raiments, there at the heart of the poem is a lyrical figure thrown out of work for drunkenness, whoring and absenteeism. I said to them, this is a very modern work, you will derive great benefit from reading it. They read it, but oddly enough, the poem had an adverse effect on them. All the odour-cologne water freshness disappeared from the shops. God knows why, but poker was forgotten, vermouth was forgotten, cognac at the Shereminyetevo International Airport was forgotten, and freshness was victorious. Everyone drank freshness and nothing else. And that was when it hit me. I had been a completely useless idiot. Had I looked into the souls of these parasites, had I probed their murky depths, did I know the dialectic of the hearts of those dimwits? And had I known it, I would have understood the common factor between The Nightingale Garden and freshness. And that was when I introduced my world-famous personal work graft, for which I was eventually sacked. Along the horizontal axis, I plot the working days of a given month, and along the vertical axis, the amount of drink consumed, expressed in grams of pure alcohol. Naturally, the quantities consumed after work would present a constant and not of little scientific value. At the end of the month, my workers would come to me and report, on such and such a day I drank this much, and on such and such a day I drank that much. Here, for example, is the personal graft of Viktor Totoškin, a Komsomol member. And this one belongs to Alexei Blindyaev, a party member since 36, a total dickhead. And this one belongs to yours truly, ex-forman of the rigors of the Planning and Transport Administration, author of the epic Moscow Petushki. The first shows the Himalayas, the Baku oilfields and the top of the Kremlin wall. Next, the pre-dawn ripples under the river Kama, the quiet pluck of the waves reflecting the lights of the boats. And now the proud heartbeat, the stormy petrols' cry, the tidal wave. These lines spill the beans about a man and his heart. They revealed all. His strengths, sexual and practical, and his weaknesses, practical and sexual. His mind, his capacity for betrayal, they gave away the secrets of his subconscious, if such secrets existed. He wrote it on the train station, in the wagon. When all of them left in the vacation, he left there to be a guard and sat there and sat there and sat there and sat there. When I came to him, I heard the smile, I was just looking at the smile, I was looking at the smile, I saw, I see, I was looking at the Erofev and wrote. He's smiling. I said, I said, you can't do this, you can do this, you can do this, you can do this. What do you ask, Vodim? I said, you have ideas. Какая идея есть? Какая идея? Надо выписать. Ну как тут не прийти в отчаяние? Как не писать о мужике? Как не спасать его? Как от отчаяния не запить? Социал-демократ пишет и пьет. И пьет, как пишет. А мужик не читает и пьет. Пьет, не читает. И вы смотрите, что получается. Мрак невероства все сгущается. И обнищание растет абсолютно. Вы Маркса читали? Абсолютно. Другими словами, пьют все больше и больше. Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократы. И тут уже не ловит, не клейко. Те еще хоть как-то добудились герцены. А теперь вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет, не просыпается. Очень смешно. Не чрезвычайно смешно. Увы, дорогие, очень шутить любят. Правда, никого дураки и зрач не обнаружили. Они, смотри, вообще ничего не обнаружили. Томанда. Лет 8 или 10 мы жили в туфяках. Вот когда Вадя нас не привечал, а бывали такие случаи, когда уже его жена утомлялась от нас с Веней. Потому что комнатка была маленькая. И в комнатке стоял только небольшой диван и рояль. И места совершенно больше не было. Мы спали под роялем вместе с Веней. А когда надоедали его жене, и даже и мы иногда надоедали, то приходилось садиться в электричку и просто таки ехать по старому любви маршруту до петушков. А потом последний поезд загоняли в тупик. И так в тупиках вот приходила жизнь и год, и два, и три. Может быть, лет восемь. Посыпались рано утром и начинали сразу же говорить, кому бежать в магазин. И тогда мы устроили конкурс. Кто прочтет без запинки стихотворения различных, различных русских поэтов. Скажем, я читаю Кольцова, или Венечка читает своего любимого Кольцова. Я читаю, скажем, Брюсова, Кумилева, Ахматова. И читаем, читаем, то есть, если кто-то запнется или ошибется в какой-то строке, то тогда немедленно должен был бежать в магазин и принести вина. Вы даже только говорили о литературе вообще. Ну, таким образом мы и говорили о литературе. Ну, вот, здесь хранятся его рукописи, вот в полном смысле слова рукописи. То есть, он действительно писал не за рабочим столом, а писал, ну, всегда и всюду. То есть, это его скитание, это же не жизнь, это скитание. Мотаться там из угла в угол, из города в город, с лавки на лавку, и тем не менее не отрывать пера от бумаги, в общем-то. Эти записные книжки уже их, ну, это его сердце. Все, что он видел, все, что он читал, о чем он думал, о чем он чувствовал, он все записывал. А тоже когда пил много, писал? Всегда писал, то есть, ну, дело в том, что он пил много, но это странное было для него занятие, потому что ведь он же, ну, что, в нашем понятии пил, это значит, терял голову. А ведь с Ерофеевым это не произошло. Он потерял голос, он потерял там, ну, я не знаю, можно сказать, счастье в жизни, но он голову не потерял. Когда он никак не мог кончить в Альпургию ночь, ну, его друзья пришли к нему, сказали, ну, давай, Ерофеевич, хватит заниматься ерундой, давай докачивать в Альпургию ночь, потому что нужно же продолжать все-таки традиции писательские. В России больше никому писать, давай пишем, вот, ну, принесли ему водки, и за каждую страничку ему наливали стакан. Осторожно. И мы all drank with our heads tossed back like pianists, and then the rustling and lip-smacking began. It was as if the pianists who drank anything had drunk everything, and drowning in hair had started to play list forest rumours in C-sharp minor. I read in Bunyan that ginger-haired people always go red when they have a drink. So what? Don't you see? Куприн and Горки were never sober. Fine, so what? Don't you see? Do you know what Chekhov said on his deathbed just before he died? First he said, Which means I'm dying. And then he added, Let's have some champagne. And then, but only then, he died. With Schiller, it wasn't just a question of dying. He couldn't live without champagne. Do you know how he wrote? He put his feet in ice-cold water, took a glass of champagne, and wrote. He downed one glass, and the first act was finished. Five glasses later, he had a whole tragedy in five acts. And by the way, the Social Democrats... Ticket inspector! The call resounded throughout the carriage, exploding in my ear. It's not as if anyone on the Petuszki line is afraid of the ticket inspector. No one has a ticket. It's only the perverts who actually go and buy a ticket, who feel uncomfortable at the sight of the ticket inspector. When he shows his ticket, the pervert doesn't look straight at anybody. Not at the inspector, not at the other passengers. He just wants the ground to swallow him up. Chief Inspector Semyonovic abolished all fines and reservations, and instead, he just demanded one gram of vodka per kilometre from those who had no ticket. Everywhere else in Russia, you have to pay inspectors a kopeck per kilometre. That is nearly twice as much as Semyonovic charged. So, for example, someone travelling from Chuklinka to Usad, a distance of 90 kilometres, would give Semyonovic 90 grams of vodka. Then he was free to travel in peace, spread out all over the seat like a travelling salesman. Semyonovic's reforms strengthened the links between the inspector and the masses. They made the link cheaper, simpler and more humane. Semyonovic Сколько стоит производство одного литра водки? Один деколитр, если выработки, мы пересчитываем все на спирт, то если нам выпустить один деколитр, меньше рубля обходится. В магазине дороже, намного дороже. У нас стоит литр водки 20 рублей. Где Викторовна? Там ограблено, чтобы водка была на продаже. Это его право, кто к нему может ходить, но это запретить не можем. Кто хочет, тот к нему не ходит. И по сих пор ходят, кто хочет. А сегодня у него будет... День рождения? Да. Да. О, мы не знали, тогда я с Семенником пойду, пускай бутылку ставит. Бутылку же поставить. Ты его осуждаешь, и тебе бутылку поставить. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Он чувствует то, что мы перестаем чувствовать. Вот страх перед смертью, перед взрослением, перед переменами. Без этого наркоза, который он имеет, ему трудно жить. Мне не кажется, что он получает от этого какой-то там, как у нас сейчас говорят, кайф. Какое-то там уж очень приподнятое радостное настроение. Нет. Просто без этого трудно ему. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы построили в Москве петушки как Евангелие? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Поддержать, а потом 10 страниц настолько печали, чтобы они забыли... Все ваши книги кончаются ужасом? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Песни, которые я намерен написать вот здесь, вот Лёша, вот в этой постельке, ничто в живых не останет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok